Обзаденились первые пять человек. Мобильный пункт, в котором вакцинируют от коронавируса, открывается в 10 утра. И уже за час на площади Сахарова выстраивается очередь. Некоторые начинают ругаться, как будто вакцины на всех не хватит. Медсестра Диана Вербовская после ночной смены. Уставшая, но счастливая. Сегодня она будет ставить жителям Барнаула спутник Ви. Чувство гордости есть? Да, есть. Несмотря на то, что я тоже с работы с ночной сменой есть, меня внезапно вызвали. Думаешь, ну хорошо, ладно, в чем вы хоть что-то доверили. В первые дни, конечно, еще много кто не знал. А сейчас уже все, слава по городу пошла. Несмотря на то, что даже вчера мороз такой был, было 65 человек. Сейчас у нас здесь 40 доз вакцины. То есть, если мы ее проставим, у нас все очень мобильно, мы позвонили, нам привезли еще. Суровые сибирские морозы позволяют хранить вакцину спутник Ви вот таким незамысловатым способом. Потому что вообще она требует особых условий. То есть, специальные камеры, хладоэлементы. А сейчас на улице минус 27, поэтому коробка с вакциной может просто так стоять на снегу. Чтобы люди не мерзли в ожидании очереди, рядом с мобильным пунктом развернута палатка МЧС, где можно согреться. Правда, почему-то большинство людей предпочитает ждать именно на улице. Видимо, так сильно боятся пропустить свою очередь. Виктор Владимирович, можно сказать, проходил мимо и не смог пройти мимо. Даже не планировал, что сегодня поставит прививку. Но, признается, давно об этом задумывался. Слишком страшны воспоминания о том, как ковидом болели родственники. У одного брата умерла, как теща. Поэтому, извините, когда они все заболели, и хоронить нужно, и все. А кто? Лучше привиться. Вот сегодня, 26 января, у вас первый этап вакцинации. Второй вы проходите 16 февраля. Второй укол через 21 день ставят уже в больнице. На него пациенты сразу здесь получают талон. Чего не скажешь о вакцинации в поликлиниках. Там очередь на первый укол ждут месяцами. Позвонили где-то на март месяц, записывают. Так что лучше сейчас привиться, чем потом болеть этим ковидом. 13 января обратились, нам сказали, 29 марта 2021 года вы можете прийти на прививку. Люди, с которыми мы сегодня общались, сказали, что пришли на вакцинацию добровольно. Хотя в крае уже случались инциденты, когда руководители якобы заставляли своих подчиненных ставить прививку. При этом немало людей пока опасаются уколоться спутником. И многих волнует противопоказания. Прививаются те люди, которые не имеют острых заболеваний, как инфекционных, так и обострения хронических заболеваний. То есть нет температуры, человек соматически чувствует себя здоровым. И пока акцент делается на тех людей, кто не болел новой коронавирусной инфекцией. Мобильный пункт на площади Сахарова будет работать до 29 февраля. Затем процедурная на колесах переедет в другую точку. Кстати, в планах Минздрава мощностями всех учреждений провакцинировать 30% жителей края. В ближайшее время регион ждет поставку еще 32 тысяч доз спутника ВИ. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.